Жилищные программы для молодежи К 2025 году начнут работать эти программы еще в шести городах Но при этом даже депутаты Сената согласны с тем, что эти программы недоступны для молодежи Из-за того, что нет соответствия критериям для получения вот такой вот помощи Скажите, как в Алматы будет решаться этот вопрос? Да, в Алматы существует программа Алматы Жастары Кстати, набор на эту программу закончился буквально недавно Там очень много, действительно, на самом деле вы правы Очень много критериев, под которые должен молодой человек подходить Или молодая женщина То есть возраст не более 35 лет Должен быть стаж не менее шести месяцев работы в городе Алматы Не должно быть собственности И там большой список документов, которые они должны представить На самом деле государство выделяет достаточно денег для того, чтобы обеспечить молодежь жильем Вот в этом году, по-моему, 18 миллиардов выделили Из них 15 за счет горбюджета И 3 миллиарда от Басыбанк выделил Но как много получили и как много прошли по критериям, это большой вопрос Ставка там 5%, в принципе, она очень даже такая хорошая ставка для любого человека 5% годовых Но сумма выделяется небольшая, в принципе То есть если я прочитала на сайте от Басыбанка, что не более 10 миллионов тенге Ну что такое 10 миллионов тенге, если, например, семья, муж, жена и двое детей хотят купить трехкомнатную квартиру Ну даже двухкомнатную Если вот в Мамыре, я посмотрела просто рынок, какой у нас сейчас жилья в Алматы То есть в Мамыре, чтобы купить однокомнатную квартиру, она обходится в пределах 30 миллионов тенге То есть 20 миллионов эта семья должна каким-то образом собрать И на что-то жить еще и выплачивать еще Ну выплачивать уже потом, да, когда они получат Но надо же как-то вот собрать эти недостающие деньги Учитывая, какие у нас заработные платы Хотя говорят, что средняя заработная плата там 400-500 тысяч Но мы же понимаем, что статистика это такая наука тонкая Которая не учитывает многих вещей То есть, соответственно, если у 10 председателей Совета директоров зарплаты там в месяц по 10 миллионов тенге И у 100 человек зарплаты по 60 тысяч тенге А средняя у них там получится, что там порядка? 500 тысяч тенге, да? На самом деле это же неправда То есть с нашим уровнем зарплат, конечно, очень сложно молодежи накопить на вот эту вот разницу в сумме То есть вы об этих случаях знаете, за помощью обращаются к вам, да? Вы знаете, ко мне очень часто обращаются многодетные Вот у многодетных обращаются очень много У нас действительно это большая проблема, потому что в период пандемии мы очень много ездили, развозили помощь продуктовую и видели, как они живут И это действительно такое печальное зрелище, потому что многие снимают времянки, эти времянки, они больше похожи, как сарайчики И там в одной-двух комнатах они живут, семьи, я извиняюсь Это в Алма-Аты у нас Да, в Алма-Аты Это вот тот же микрорайон Акжар, там, вот, к примеру, да Я по Нарусбайскому району просто развозила и по Алатаускому тот же Шанарак То есть там в одной-двух комнатах они живут там с пятью-семью детьми И какие там условия, это же не человеческие условия, в принципе И платят они за эти времянки с трудом, там, наскребывая, там, по 40 тысяч деньги в месяц И от 40 и выше тысяч И еле как они собирают деньги, давайте говорить честно И вот они приходят, конечно, каждый из них мечтает о своем доме Но большая часть многодетных просто не может работать Почему не может? Ну, потому что маленькие дети Куда бросить детей? Детей же не бросишь И даже если они уже какая-то часть из них большие То все равно за детьми-то, чем больше детей, тем больше работы у любой матери И, соответственно, наши бедные многодетные мамы Они с утра до вечера вынуждены обстирывать, убирать, кормить Вводить детей в школу, забирать детей из школы и так далее То есть работать физически никто не может Ну, и не отходя от этой темы Какую помощь вы им предлагали? Как решить вот эту проблему? А мужья у них работают И, соответственно, мужья получают заработные платы тоже небольшие Ну, скажем, там, 150 тысяч, ну, 200 тысяч у кого-то там получают И то это такая большая радость для многих из них Они ко мне приходили, не могли многие встать в очередь Для того, чтобы в очередь встать Оказывается, там нужно быть прописанным в Алма-Ате не менее трех лет, кажется И вот они не могли встать в очередь И вот эта вот основная жалоба Что мы не можем встать в очередь Потому что они все надеются на арендное жилье У нас на самом деле, да, в городе выдается жилье Для вот социально уязвимых слоев населения В аренду без последующего выкупа Арендная плата там минимальная По-моему, порядка 10 тысяч тенге в месяц, кажется В среднем по городу То есть вот это вот то, о чем они мечтают И такие дома у нас сейчас в микрорайоне Зерделе построены Вот там очень многие живут в арендных квартирах Потом ко мне очень много обращается, знаете, детей-сирот Я уже второй год поднимаю вопрос Именно помощи детям-сиротам Именно в решении жилищного вопроса Потому что вот приходят ко мне, они уже не дети И мы уже там 30 и выше И они вот 18 лет их просто выписали из детдома И все, до свидания Хотя по закону-то у нас как Каждый ребенок, выходя из детдома Он должен уйти куда-то в свое жилье А у нас по факту они уходят в никуда И как они выживают, мы же не знаем А я вот сталкивалась, я общалась И они жалуются, они говорят Ну, заработать нереально на свое жилье Родителей нет, родственников нет Работу найти элементарно сложно А вот нашли работу там И все деньги-то уходят на съемку, квартиры Где-то же надо жить, что-то же надо кушать И, соответственно, вот это вот Я считаю, самая уязвимая категория все-таки Это вот дети-сироты И государство, вот оно обязано, я не знаю Что угодно сделать, но решить проблему Детей-сирот нужно И нужно срочно Потому что, ну, никто не застрахован, да От такой участи Вот эта категория меня очень сильно беспокоит Потом лица с инвалидностью, конечно, тоже Лицам с инвалидностью мы вообще прекрасно понимаем Что, во-первых, не особо много условий по городу даже двигаться Не то, что на работу выйти Да и на работу, давайте говорить честно Мало кто берет То есть, наверное, надо государству какую-то программу Стимулирования бизнеса разработать Для того, чтобы брать на работу лица с инвалидностью Я не знаю, может, какие-то налоговые льготы сделать Какие-то преференции для участия в госзакупках и так далее Но нам нужно дать работу лицам с инвалидностью тоже Потому что на самом деле Им тоже на пенсию 50-60 тысяч не выжить Я просто не представляю, как можно выжить на 60 тысяч тенге Если у тебя нет жилья Скажем, нет ног или рук Или что-то там еще Или не можешь работать И как? Пособие надо поднимать по инвалидности однозначно Скажите, а есть ли у вас информация По количеству вот этих вот детей-сирот Которые нуждаются в жилье? Я писала запросы в департамент жилья И буквально на конец прошлого года Их было 1900 человек Разного возраста И получают они в год квартиры Ну, когда 200, а когда 100 И каким образом вот те, которые на 1900 месте Они что, получат квартиры через 10 лет? Ему же там за 40 лет? А как создавать семьи? У вас есть предложение, как эту проблему решить? Да, у нас вообще в принципе в городе Насколько я помню, в прошлом году Когда я встречалась с департаментом жилья Мне давали цифру, что 27 тысяч человек Стоит в очереди на жилье И в прошлом году президент анонсировал Программу субсидирования арендной платы То есть частично 50% арендной платы Покрывается за счет госбюджета Это все оплата происходит через отбасы банк И я тогда писала несколько постов В социальных сетях Их транслировали различные средства массовой информации Что вот эти вот деньги, которые выделены Там выделяется, по-моему, 60 миллиардов тенге Или 70 миллиардов тенге в год То есть я говорю, а зачем покрывать арендную плату? Получается, государство тратит эти миллиарды Они уходят в карманы арендодателей А что получает арендатор? О, да, арендатор что получает? Ничего Ну да, ему какое-то там время Легче там, может быть, закрыть аренду Но опять же, как только анонсировали эту программу Что произошло на рынке? У нас просто поднялась арендная плата Ну опять же, да, надо понимать, что многие люди Вот сейчас я, кстати, встречалась с многодетными мамочками Буквально недели две назад на Урусбайском районе Я говорю, ну что же вы вот давайте участвуйте в этой программе Субсидирования арендной платы Они говорят, а вот наш хозяин Он не хочет заключать договор Он не хочет платить налоги Понимаете? То есть получается, что и до многих-то эти деньги и не дойдут А можно же было сделать по-другому Вы знаете, я с огромным уважением отношусь к нашему президенту Я понимаю, чем вызвано это предложение Естественно, желанием помочь людям Но у него же куча советников Вот неужели никто не мог посоветовать Что на вот эти 70 миллиардов или 60 То есть вот миллиард, ну столько Это можно на 70 миллиардов построить 7 тысяч квартир Можно же было построить лучше жилье Это же, во-первых, это бизнес развивается, строительный Людям есть что строить Во-вторых, это рабочие места Люди работают, получают заработные платы В-третьих, это развивается вся промышленность Которая поставляет все эти строительные смеси Бетон, я не знаю, паркет и так далее, и так далее Окна То есть это такой бум в кризис для экономики, да, на самом деле И самое главное, люди получат жилье Пускай арендное Ну не хотите бесплатно давать, как в Советском Союзе было Дайте в аренду вот дешевую вот эту вот И тогда бы вот на самом деле решилась бы такая большая вот часть вопроса То есть очень много людей, 7 тысяч человек в Казахстане Могли бы получить элементарное жилье Это вот я об этом постоянно пишу Скажите, пожалуйста, вот вы точечно занимаетесь темами каким-то Или недвижимость вас интересует и вы в этой теме как бы достаточно глубоко Вот как депутат, да, то есть у вас своя активная позиция И я знаю, что вы же должны, по крайней мере, не одной там какой-то темой, да, заниматься Как распределены обязанности? Вы знаете, я вообще в комиссии по развитию транспорта и коммунальной инфраструктуры в городе Алматы Но ко мне же приходят разные люди Вот элементарно дети-сироты, да, вот приходили, многодетные мамы приходили То есть приходится погружаться и в другие вопросы Хотя вот вопрос с жильем, это самый сложный И тот вопрос, куда я вообще, вот честно говоря, не хочу погружаться Потому что я написала уже несколько запросов депутатских Но я не вижу пока решения этой проблемы Вот, то есть на уровне города эту проблему мы, наверное, не решим Ее надо решать на республиканском уровне Во-первых, вот выделяя финансирование на строительство А во-вторых, возможно, нужно необходимо все-таки выделять землю людям Вот наша партия народная же предлагала в своей программе Нужно каждому казахстанцу выделить бесплатно 20 соток земли Я считаю, что очень многие из тех, кто приехал сюда в Алматы В поисках лучшей жизни Если бы им предложили где-то 20 соток земли, где есть вода, свет, газ То они бы лучше уехали туда и построили бы себе домики Что все-таки земля, она кормит То есть из моего детства мы держали и коров Мы сажали огород То есть такого, когда мне вот люди живут в частном доме И говорят, что у них вот нет продуктов Для меня это удивительно У меня отец в 40 лет получил инвалидность И нас мама тащила одна У нас три дочки И отец еще, да И у нас всегда было что есть Потому что у нас были соленья У нас были варенья Да, мы с утра до вечера пропадали в огороде А что делать? Но зато у нас было все И овощи, и фрукты И мы абсолютно никогда не нуждались в продуктах Так получается, и в Алматы Это здесь человеку не без профессии какой-то Да, трудно устроиться Вот И прокормить огромную семью, о которой вы говорили Поэтому, может быть, действительно решение должно быть каким-то другим Но вот что мы можем сказать сейчас о молодежных программах Да, жилищные программы для молодежи Которые, говоря, что с успехом реализуются Да, там всевозможные там 7, 20, 25 Проходит уже много времени Уже какие-то результаты должны быть Рапортуют о том, что уже 2665 семей получили квартиры Но очередь-то действительно огромная И вот из тех заявок, которые вот в Алмате, по крайней мере Были собраны с 18 мая по 1 июня Будут отобраны только несколько Которые будут запущены в эту программу Что же делать тогда остальным? Вот я и говорю, что тут вот я вижу два варианта Это первый пересмотреть вот это вот субсидирование арендной платы И направить его на строительство жилья Второй вариант это то, что предлагает наша народная партия Это давать землю Есть еще третий вариант, очень хороший Который работал в советское время То есть молодых специалистов приглашать Я не знаю, в сельские округа, в области, на работу И давать им там жилье И это было бы очень хорошее решение вопроса Во-первых, действительно, в Алмате Алмата не резиновая И здесь действительно очень сложно найти работу Я думаю, что многие бы воспользовались такой программой С дипломом на село она называется, кажется, в России И она вроде успешно работает Ну, конечно, можно было бы еще материнский капитал выдавать В этом случае многие семьи бы вообще просто легко решали бы свои, в принципе, жилищные вопросы Но в прошлом году правительство отказало нашей партии Когда мы подняли вопрос о том, чтобы каждой семье выдать материнский капитал на рожденного ребенка По поводу вот этих программ 5-20-25, 5-10-20 и так далее Смотрите, ну что такое 5-20-25? Это 5% получается годовых Вступительный взнос 20% и 25 лет 20% вступительный взнос опять же надо заработать То есть опять же, если эта квартира та же однокомнатная за 30 миллионов То есть это 6 миллионов должен быть уже первоначальный взнос на руках у человека Как его заработать, вопрос встает Вот, кстати, город Алматы тоже старается помочь И у нас очень много социальных программ На самом деле надо отдать должное, что в этом году социальная нагрузка на бюджет колоссальная в Алматы И вот недавно буквально мы на сессии Маслихата утвердили 1,5 миллиона тенге выдавать тем семьям для покрытия первоначального взноса То есть туда входят многотетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и лицам с инвалидностью То есть каким-то образом, конечно, город пытается помочь Но я говорю, это не проблема города, это проблема государства Ее надо решать вот как-то из центра И уже, соответственно, распределять всю эту программу какую-то общегосударственную По всем деревням, городам, селам и весям нашей страны Ну, спасибо большое за сегодняшнюю встречу Мне, по крайней мере, очень приятно, что депутаты работают, отправляют запросы Теперь, видимо, еще выше нужно куда-то отправлять эти запросы И быть более настойчивыми, потому что мы надеемся на вас Чтобы проблемы наши как-то решались все-таки Спасибо, что пригласили Мы пытаемся решать Мы действительно пишем запросы Тоже вот люди многие говорят Я хочу, чтобы это было озвучено Вот вы депутаты, что вы делаете? Ну, у нас, как у депутатов Маслихата, ограниченный круг полномочий Мы пишем запросы, мы ходим по госорганам, мы требуем Но это все, что мы можем, в принципе То есть вам имеют право не отвечать, да? Нет, нет, почему? Они нам отвечают Но мы же понимаем, что ответы получаем Ну, вот по жилью, по детям-сиротам Ну, дали мне ответ, что да, в очереди 1900 человек Да, вот там в такой-то год 100 человек получила В такой-то год 200 человек получила Ну, а кому легче от этого ответа? Проблема-то не решилась? Я понимаю, что на уровне города решения проблемы вряд ли найдут Потому что все-таки и городской бюджет у нас на самом деле не резиновый То есть мы стараемся, конечно, вот сейчас, когда горбюджет утверждаем Каждую статью рассматриваем Вот я-то в своей комиссии по транспорту Мы прям вот пытаемся все, чтобы шло на благо народу Хорошо, по транспорту мы поговорим с вами в следующий раз Ну, а теперь, да, желаем вам успехов И не опускайте руки, пожалуйста И поддерживайте нас вот своим участием и своими поступками Спасибо большое Спасибо вам большое Спасибо Всего доброго До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok